Приветствую вас! Ну что, самое время поговорить про курс рубля и гривны по отношению к доллару США. Знаете, смотрите, как вы сами понимаете, ситуация в Украине, конечно, критическая, война есть война. И по этой причине вы сами понимаете, что многие обменники не работают. Сразу говорю, я лично, наличным, доллары и, ну, не меня. Обменники видел, видел, как бы, ну, спреды, это факт. Да, на сегодняшний момент что получается? От 30 до 40. Ну, вы сами, наверное, обратили внимание, что некоторые скупают чуть ли не по 27, есть такое видео, и продают по 40. Ну, прежде всего, я так понимаю, что они даже не продают, так пытаются работать. Так, если посмотреть что-то среднее, ну, знаете, так, берем черный рынок, черный, вот то, что мы видим. 32-35. Ну, имеется в виду гривен за долг. Ну, вот что-то такое. Ну, еще раз говорю, я лично не менял, не могу утверждать, ну, то, что они показывают, работает ли, не могу утверждать. Я менял по безналу, через приватбанк, работает. И действительно, вот как они написали за 30, за 30 меняют. То есть по безналу, да, курс держит, 30. А в обменниках, ну, это вполне логично, вы же сами понимаете, ситуация такая, даже если есть у валютных барых, доллары, они не знают продавать, покупать, придержать, так дальше. Прогнозировать сейчас курс невозможно. Война есть война, и здесь курс не прогнозируется. Закончится война, там можно что-то прогнозировать. Да, действительно, в любом случае, война ведет к девальвации национальной валюты. Железно. Ну, если кто скажет, что нет. Да нет, но это факт, факт. Так что да, да, действительно, девальвация. А что ж вы хотели? Тоже понимаете, какая ситуация. Сейчас в любом случае будет эмиссия гривны, но даже заплатить зарплату солдатам, военным, вы же сами понимаете, это эмиссия. Смотрите, что касается, пенсии бюджетников все заплатят, вот эти все заплатят. Опять же, за счет эмиссии. Потому что, сами понимаете, сейчас за счет налогов сложно. За счет эмиссии, да. Вы будете слушать сказки о том, что нам Европа поможет, ребята, прекращайтесь. Вы знаете, что я всегда говорю, нас спасет теневая экономика. Это факт. Что касается России, аналогичная ситуация. Знаете, смотрите. Там, ну, наш межбанк вообще не работает. Ну, при этом, смотрите, смысла просто нет, честно говоря. А в России межбанк работает с дерганем. И там какая ситуация? Ну, вот, начиная всегда с размахом. Там 105-107, то есть курс за сотку. Потом выходит экспортер, начинает продавать валюту. Центробанк России принял обязан. Не просто решение, обязан. Он имеет право, чтобы экспортеры в приведетном порядке, продавали валюту. Раньше такого не было. Причем, действительно, Центробанк России, у него сейчас есть проблема большая и с золотом валютным резервом. Я вам рассказываю. Ну, во-первых, то, что у них в долларах евро заблокировали. Юань есть, но, понимаете, это не так, поменять юань на доллары Центробанк не может. Ну, просто заблокировали сам счет. Ну, что вы правильно поняли, я много раз рассказал. Смотри, когда говорят, вот, перечислили доллары на территории России. Нет, на территории России доллары не ходят. Они, ну, наличные, да, безналичные только в США. На территории России только рубли. В Украине только гривна. Поняли? По этой причине, если, например, вот, есть у Центробанка России юань. Да, юань можно поменять на доллары. По безналу, так, тю-тю-тю, компьютер. Нет, так, тю-тю-тю, поменять. Это работает. Но, для того, чтобы эту операцию сделать, нашим был задействован китайский банк и американский банк. Вот тут возникает ситуация, что, нет, с китайским банком нет проблем. В Госбанке России нет счета в американском. То есть, он может продать юань, он доллары не может получить. Рупии, рупии можно, рупии. Ну, вы не издевайтесь. То есть, понимаете, что сейчас смеются там монгольские тугрики. И, между прочим, тугрики неплохие деньги. Что касается золота. Смотрите, безналичное золото тоже заблокировано. А наличное его продать надо. Не, не спорю. Там есть определенная процедура на самолеты. Загрузили. Кому? За доллары опять. Вы можете продать за доллары, вы доллары не получите. За евро не получите. То есть, теоретически, можно продать опять. Китаю золото. Можно. Можно продать Китаю золото. Но Китай может рассчитаться. Только юанями. Ну, нет, он говорит, я могу рассчитаться. Но как вы возьмете доллары? Вот такая фишка. Ну, чтобы немножко... По этой причине, да, Центробанк заставляет сейчас экспортеру, чтобы они действительно продавали выручку. Ну, насчет свифта. Вы, наверное, уже знаете, что Сбербанк России не заблокировали. Что это означает? Это означает, что карточка. Если вы гражданин России, у вас карточка Сбербанка России. Она, ну, к примеру, виза. Мастер и мастер, да. Она будет работать и за границей. То есть она не блокируется. Нет. Там заблокировали ряд банков. ВТБ заблокировали. Вот карточка ВТБ, да, за границей работать не будет. И ВТБ не сможет перечислять. То есть они заблокировали. Ну, то есть они Сбербанк не тронули. Самый такой. Не тронули вот этот банк, который с Газпромом. Ну, по ряду политических и экономических соображений. Вообще, поймите, экономика, она, ну, даже во времена Советского Союза был такой экзотический внешторгбанк, который находился в Лондоне. И который считал расчеты за продажу нефти из Советского Союза. Так что здесь, я говорю, по этой причине тут такой нюанс. Что касается курса. Ну, опять же, я на сегодняшний момент могу только в интернете посмотреть, какой курс, обменный курс сейчас в России. Ну, из того, что я понял, около сотни. Да, там тоже, как в Украине почти что. Или между скупкой и продаж довольно большие спреды. Я так понимаю, что, вот если посмотреть, по обменникам спреды больше. Скорее всего, там валюта есть. А банки, я так понимаю, нам та же ситуация. Наличных нет, безналичных есть. Ну, что да, банку поменять по безналичному проще. Ну, чтобы правильно понял. Порядок состоится проще. А поменять наличность сложнее. И по этой причине я так понимаю, что сейчас, ну, как вот, практически получилось, как у наших обменники. У них есть валюта, и они, но они, они не знают, как продавать. То есть, они, они спешат. Но, говорю, понимаете, почему сейчас действительно есть некоторые, я вижу, там, котировка 150, это абсурдно. Но они специально котируют, типа, чё-то тебя знает, как будет. И скупка. Но, опять же, я их вижу только, сразу говорю, лично что меняю. Я вижу, что там есть скупка 79 рублей за доллар. Но это, по-моему, какой-то абсурд. То есть, заведомо и там, и там спреды нереальные. А так, где-то, если посмотреть, ну, более-менее по тем, кто меняет, ну, около сотни. Ну, да, там где-то кто-то за 100 скупает, за 112 по Сбербанку России смотрел. Там, вроде бы, нормальный спред, но я не могу понять, это наличный или безналичный. Потому что сейчас, я говорю, сейчас же получилась такая чехарда, когда банк размещает. Но сложно понять, потому что вот это исключение, что да, я меняю, но при условии того. Вот такая ситуация. Ну, что, ребята, ждем дальнейшего развития событий. Ну, и задаем вопрос, кому это было надо? Обвал гривны, обвал рубля? Мне лично нет. Хотя, вы знаете, что я люблю патроли, типа, псебаться, типа, над валютным барыгом. Но валютные барыги сейчас заработают. Да, они заработают. Но за счет вас. Вот такая ситуация.